здравствуйте друзья на ночном хайвэе мы со светланой беседуем на тему заданную одним из вопросов и тема хорошая философская как быть с несправедливостью вот бывает жизни несправедливость и и как вот как быть с этим свет вот у тебя есть что такое может быть на дисок не самых общих соображений вот несправедливость это что-то такое что нам пофигу или это как-то нас задевает и вот в чем проблема с несправедливостью само слово несправедливость понимаешь это я бы сказала не несправедливо, человек на что-то обиделся. То есть его кто-то обидел, и он чувствует, что его обители по отношению к нему поступили несправедливо. Ну, это субъективная ведь штука. Это штука абсолютно субъективная, потому что нет объективной обиды, да, по отношению к одному человеку это несправедливо, а по отношению к другому это очень даже справедливо. Один обратил внимание, другой не обратил. Да. Значит, и свойство обижаться, оно присуще разным людям в разной мере. Да. То есть люди рождаются более склонными или менее склонными к обидам Но, однако, рождаясь более-менее склонными к обидам, они при этом не рождаются более-менее склонными реально оценить на уровне сознания свои обиды и проанализировать это. То есть это скорее код сознательного вообще? Обида находится, да. Обида это эмоция. Так. И эмоция идет из-под сознания. В человеке сразу все всколыхнулось, меня обидели, несправедливо. И что-то какое-то... Раз ножиком, так не достанься ты никому. Да. Да, но дело в том, что, вообще-то, серьезно говоря, обиды это страшно деструктивная вещь, потому что серьезные обиды, они накапливаются с годами, они мешают человеку выполнять то, что он должен выполнять по жизни, двигаться куда-то дальше, развиваться. Разрушительные свойства. Они действуют разрушительно на него, поэтому это очень серьезная штука, ее нельзя сбрасывать со счетов и нужно с этим бороться. А как с этим бороться? Как тебе пословица, Свет, я извиняюсь, на обиженных воду возят. Ну да, ну да, то есть вместо того, чтобы он куда-то двигался, его... Ну, то есть, на самом деле, в сегодняшнем нашем мире, который помнит стресса, да, обида может депрессию загнать человека, когда он вообще не в состоянии будет ничего делать. Поэтому это очень серьезная штука. И если захлестывает обида, нужно с этим что-то делать. Возникает вопрос, а что делать, да? Я хотел вот спросить, а что? Ну, а что делать? Вот это вопрос такой. Дело в том, что не все люди привыкли анализировать свое поведение, поведение других людей, копаться в себе, раскапываться. Может быть, они по жизни не умеют этого делать, и может быть, у них нету даже задантов этого делать. И тогда это беда просто, понимаешь? Я хотел сказать, вот, когда сначала не все люди там привыкли, я хотел сказать, так ведь не все же люди могут. Да, 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 да. Допустим, он начнет копать, и выяснится, что все вокруг виноваты, и он один белый и пушистый. Понимаешь? Ну, да, конечно, конечно. Тут нужны какие-то знания, ну, и, конечно... Ну, негде взять. Послушай, вот такой вопрос. Считаешь ли ты, что обиды, справедливость, несправедливость, вот то, что к тебе несправедливо, что это одно из проявлений такого глобального механизма причинно-следственных связей? То есть, его не просто так обидели, а он все-таки что-то для этого, может быть, не сознательно, но сделал. Или поставил себя в такое положение, где его непременно обидят, вот он сам как бы участвовал в этом. Я не могу с этим согласиться просто потому, что обиды и вот несправедливость, оно возникает во взаимодействии разных людей. И дело все в том, что мы понимаем, поскольку это все очень субъективно, то сказанное слово может быть воспринято совершенно не в том контексте, как оно было сказано. То есть, один человек сказал, ничего не имел в виду, а другой человек взял и обиделся на это. Поэтому причинно-следственного я здесь не очень-то вижу, тут нет закономерностей. Но если бы он вообще молчал, хотя кто-то обиделся бы, потому что он молчал. Да, то есть дело в том, что человек может обидеться просто потому, что он вообще привык обижаться. Мало того, он может зацепиться, тут вот мы где-то на ютюбе смотрели какой-то фильм, он мне очень понравился, когда парень с девушкой, понимаете, там идет как цепная реакция идет, то есть гипертрофированная реакция на какие-то слова, то есть человек ничего не имел в виду вообще. Он говорит, ах ты так, и пошло-поехало, зацепился, и уже оно приклеилось просто. Он сделал из мухи слона. И все уже, и не важно, что она говорит при этом, это совершенно не имеет значения. Он прицепился, у него это засело мысли, она крутится все время по кругу, он в каждой фразе к ней возвращается и раскручивает, и раскручивает, и раскручивает свою обиду, и это приводит к страшным последствиям просто. Ну, сам раскручивает себя. Сам накручивает, да. Ну, хорошо, так что же, что делать с несправедливостью? Вот живет человек, подойди, вот с ним поступили несправедливо. Например, как он думает. Как он думает. Ну, конечно, это все субъективно, как мы выяснили. Его уволили с работы. Да. Или дали повышение, но не ему. Или ему что-то обещали, но в итоге ему не дали, а дали кому-то другого. Нет, это как раз какие-то более-менее объективные вещи. Если, например, дали повышение тебе, и ты чувствуешь несправедливость, ты всегда можешь отойти, как Жванецкий говорил. Мне нравится запах, отойди. Ну да, отойди, работа поменять. Да, конечно. Возьми по меня работу. То есть, сделай что-нибудь. Хочется тебе ответить словами бессмертного произведения Сэмюля Яковлевича Маршака, мистер Твистер. Ты не в Чикаго, моя дорогая. Не всюду можно отойти. Ну, я имела в виду там случаи все-таки в Америке. Нет, ну человек не из Америки, ты спрашиваешь. Ну, нет, нет. Если, ну, понимаешь как, я тебе скажу так, если уже привязываться к российской действительности, то там настолько общество все несправедливое, и построено унижение одних людей и других людей, что тут что бы советовать? То есть, грубо говоря так, это было бы несправедливо, если человек, которому положено по должности, плевать на тебя сверху и утирать об тебя ноги, и вдруг отнять у него эту заслуженную привилегию. Получается, что по отношению к нему несправедливо поступили. Да, а до того поступали справедливо, что вот сегодня поступили, а до этого все было хорошо, или накапливается всю жизнь эта несправедливость. Ну, вот мы в свое время от этого взяли и уехали. На самом деле это было, пожалуй, одной из основных причин, почему мы уехали. Ну, подожди, мы сейчас не об этом. Понимаешь, это все можно долго так. Я помню вот два года назад, когда на Болотной там народ выступал, что, ну, выборы как бы нечестно, да, там подтасовали. И я с каким-то вот человеком, который оттуда приехал, я с ним разговаривал, я ему говорю, послушай, вот ты мне объясни, а что, у них хоть раз в жизни были честные выборы? Или они что думали, что вот эти вот люди, а мы же знаем этих, мы все знаем этих людей, и мы все знаем, как они делают эти выборы. И неужели вот столько народу думали, что выборы как-то еще можно сделать? Почему они протестуют? И он мне объяснял, почему, и вот почему они могли рассчитывать, что этого больше не будет, а дальше оно вот так вот стало, и вот эта вот несправедливость, там, это, понимаешь, как? Ты можешь сказать, ну, прими, что всякая несправедливость от Бога, и так и должно быть. Да, нет, да, я скажу одну вещь. Дело в том, что несправедливость, как и чувство обиды, это эмоция. Да. И эмоция захлестывает человека независимо, как бы, от его желания или нежелания. Она захлестнула, и он пошел сам. Значит, если человек в этот момент в состоянии себя бы контролировать, остановиться и сказать, стоп, стоп, безэмоционально. Сложилась ситуация, мне неприятно в этой ситуации, мне плохо. По отношению ко мне поступили несправедливо. Да. Что я в этой конкретной ситуации могу сделать? Вот, вот, мы же не знаем конкретных условий этого человека. Ну, конкретно можно помедитировать, пойти там свечку поставить в храме, можно пойти поплавать в бассейне, можно на массаж сходить, можно поехать отдохнуть. Ну, понимаешь, как, дело в том, что обида от этого не уйдет. Обида уйдет только от проработки, если проработать хорошо. То есть, если к ней подойти, разложить по полочкам, сказать, вот я вот это, вот здесь вот у меня такое вот было. Здесь общество, ничего не сделаешь. Здесь вот мой начальник, у него такая персональность. Он все время обижает, он все время хамит. Или что-то такое. Ну, вот не нравится мне этот начальник. Значит, либо я тогда свою обиду не обижаюсь больше и просто терплю его. Да, ну, вот он такой человек, ничего не сделаешь. Либо я должен что-то поменять, если он мне совсем не нравится. Куда мне уйти? А что я могу сделать? Понимаешь, то есть, когда ты переведешь это из разряда эмоций в разряд проработки, да? Осознанного. Осознанного, да. Вот только в этом случае эта обида может куда-то уйти. Но, к сожалению, к сожалению, я знаю не понаслышке, что люди, которые находятся в состоянии обиды, они очень слабо реагируют на доводы разума, потому что эмоции захлестывают. Это нужно все-таки обладать некоторыми навыками, вот такой самостоятельной проработки. Ну, знаешь, что, с другой стороны, если мы посмотрим на, как сказать, на тот большой материал, который предлагается по теме разными людьми, на эту тему ведь очень много есть в религиях, на эту тему очень много есть у вот этих motivational speakers, да? Значит, вот само по себе чувство, например, благодарности, признательности, да? Gratitude, как вот по-английски они говорят. Gratitude. То есть, если человек начнет, он спросит себя, он скажет себе, хорошо, вот меня там обидели, или там скажут, вот это работа, меня там не ценят, там несправедливы и так далее. У Зиг Зиглера есть, кстати, небольшая такая тема, минут на 10 он там рассказывает, он со страшной скоростью, правда, была болит, он, я думаю, минут 20 бы занял спокойного разговора, но он рассказывает про то, как женщина, ее, в общем, обижали на работе, она не знала, что делать, в общем, все вокруг было несправедливо, и он ей говорит, ну, давай так, ты вот сядь, и там, напиши список того, вот, что тебе нравится в этой работе. Она говорит, да ничего не нравится, он говорит, ну, подожди, говорит, ну, зарплату же тебе, чек тебе выдают, он говорит, ну, чек выдают, ну, отпиши, мне нравится, что мне регулярно платят, и мои чеки выдают. Там и дальше выясняется, что, допустим, это недалеко от дома, дальше выясняется, что... Ну, это и есть проработка, на самом деле. Проработка, да, проработка, но... Она немножко формализованная, легче ее сделать. Да, и у нее выясняется, там, 23 позиции, 23 позиции, почему там, вот она, ей нравится эта работа. И вот ей такое упражнение, он говорит, ты скажи, I like my job, да? Бегас. Да, мне нравится моя работа, потому что вот это, 23 этих самых, потом он говорит, а потом, говорит, стань перед зеркалом и кричи, I love my job, не лайк уже, I love my job. Потому что вот это, вот это. И потом он ее встречает, там, где-то через несколько месяцев, и она говорит, ты, говорит, не представляешь, как изменились все эти люди там на работе. Понимаешь? Как изменились все эти люди. Она не понимает, что она сама изменилась. То есть... Ну, понимаешь, как через внушение самому себе, что мне нравится эта работа. Ну, это же проработка, понимаешь, как она же сознательная. Ну, понимаешь как, дело в том, что ее кто-то обидел, понимаешь, это не уходит от обиды. И нравится эта работа, а решение она должна принять сама. Что ей сделать? Смириться с этой обидой, тогда относиться к ней легче, да? Ты кит изи. Нет, то есть ты видишь баланс. Если все плохое выпить, а все хорошее вообще убрать, то получится, что ты в кошмаре живешь. Но если ты хорошее посчитаешь и плохое посчитаешь, может оказаться, что этого плохого там не так много. Ну, то есть мы говорим о том, чтобы... А жизнь не идеальна. И в любом месте есть свои минусы. Да, то есть мы говорим о том, чтобы эмоции перевести в разряд разума, да? То есть если ей удается... Потому что вот это соотношение. Дело в том, что наш разум, сознательное нашу, очень маленькое, а бессознательное большое. И эмоции, которые идут из бессознательного, они нас захлёстывают. И получается, что они управляют бессознательно, управляют нашим сознательным поведением. Ну, мы в основном на бессознательном работаем. Да, поэтому я говорю, что если ты пытаешься осознанно что-то сделать и про эту ситуацию проанализировать, то можно формализованным путем каким-то пойти, да? Разложить по полочкам все, сказать, а что же я должен предпринять, да? Вот меня обидели сейчас, несправедливо. А меня всегда так обижали или только сейчас обидели? Если меня всегда обижают, а должен ли я это терпеть? А как я могу избежать этого и с этим больше не сталкиваться? Понимаешь, вот как только человек начинает прорабатывать это всё, во-первых, ему становится легче просто от самого процесса переработки. Вот когда он начинает это прорабатывать, ему становится легче просто то, что он думает на эту тему. У него появляется какая-то продуктивность, а не просто эмоции. Я думаю, тут ещё есть один подход, он как бы связан с тем, что мы должны понять кое-что, но этот подход состоит в том, чтобы оторваться от себя любимого и увидеть и ситуацию, и себя любимого в контексте более общем, то есть в контексте того, для чего вообще существует человек, для чего он приходит в этот мир и что он должен вынести из этого. То есть, может быть, вот эта несправедливость, это и есть то, для чего ты пришёл, чтобы что-то понять. Понимаешь, что... Подожди, кроме того, несправедливость, это когда ты лично себя смотришь, лично. Если ты смотришь с точки зрения более высокой, да, то ты начинаешь видеть то, что произошло с тобой в контексте какой-то очень большой и очень глобальной задачи, которая решается там всем человечеством и решается там во многих поколениях и так далее. И выясняется, что это вообще не лично ты. Выясняется, что это там, допустим, пусть даже там будет борьба добра и зла какого-то. Вот, естественно, мы добро. Правда? Тех, кто нас обижает, это же они зло. А мы-то точно добро. Мы-то хорошие, конечно. Мы-то хорошие. Но, если ты скажешь, что вот добро и зло с точки зрения того, что есть добро, понимаешь? Есть же высшая мера добра. Подожди, подожди. Есть высшая мера добра и высшая мера зла. И, понимаешь, и есть заповедь, и есть то, что мы должны делать вот как люди, ради чего мы тут на этой планете находимся. И самое главное, что даже когда есть зло, когда есть несправедливость, это не значит, что сегодня, вот в тот момент, когда тебя обидели, когда возникла эта несправедливость, и ты ее осознал, это не, допустим, ты на стороне добра, как мы предполагаем. Это не значит, что несправедливость должна разрешиться мгновенно. Ты, конечно, можешь взять вилы, кого-нибудь заколоть или в более современном варианте застрелить, там, болотчиком из газа, газом каким-то на нее пшикнуть, но на самом деле ведь торжество добра над злом, разве это сиюминутная, мгновенная вещь какая-то? Это может быть очень продолжительной задачей. Ты спроси себя, вот со мной поступили несправедливо, ну хорошо, но у меня есть жизнь, эта жизнь мне дана для того, чтобы я в ней чего-то добился. И добился, это не должность и неуважение вот этого человека. Тебя они спросят, а почему вот ты жил, а вот там Сидоров тебя не уважал? Нет такой задачи, чтобы Сидоров тебя уважал, а задача твоя, как лица, так сказать, физического, как человека, состоит в том, чтобы сделать что-то, ну так называем, богоугодным, да, то есть вот в контексте того создатель, что тебе предназначил, понимаешь, и тогда выясняется, что все эти обиды такая ерунда. И вся эта несправедливость такая ерунда. И несправедливость, и борьба со несправедливостью вечно. И без несправедливости нет справедливости. То есть ты можешь уйти немножко в философию этого дела, то есть, понимаешь, не в проработку вот психотерапевтическую, вот как ты предлагала, там, да, или там сугубо логическую, оторванную от всего. Но ты можешь к этому прийти через более высокие материи. Вы понимаешь, если ты говоришь о несправедливости, мы не знаем, это несправедливость была лично по отношению к какому-то человеку, или это вообще несправедливость, ну вот как-то вот, как-то... Мировая. Да. То есть тут тоже непонятно. Да, у евреев много денег, а там у чукчей мало. Ну, ну хорошо, да. Мировая несправедливость по отношению к чукчу. Да, то есть это может быть адекватный способ. Я просто хотела сказать, что если человеку нравится вот прорабатывать, то мне кажется, что полезно было бы почитать книжку Виктора Толкачева, она называется «Роскошь системного самопознания». Книжка неплохая, и... Ну, это тебе нравится, короче, да. Мне нравится, да, и мне кажется, что она дает некоторый ключик к чему-то такому, от чего человеку может стать легче, а может и не стать. Кому-то становится, да. На самом деле, я скажу так, любая книжка, которую ты прочитаешь, приличная, дает тебе некоторый толчок вперед, какое-то движение, вперед вектор появляется, может быть, ты потом еще две книжки прочитаешь. Вообще, чтение книжек большое дело. Я помню, как-то в советское время было принято много читать, я не знаю, это даже не было доблестью какой-то, это было таким естественным состоянием. И читали в основном хорошие книжки. Хотя, когда появлялся королева Марго, да, какая-то, 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 паника, не паника, ажиотаж, какой был, как ты какую-то дрянь почитать тоже, но читал, читал, читали много хорошей, классической, фундаментальной такой литературы и так далее. Ну, как-то, понимаешь, было общество, в котором не было времени, не времени, время было, возможности не было заниматься бизнесом, даже, собственно, в гараже там со своей машиной повозиться тоже не было гаража, понимаешь, и не было машины почти ни у кого. Поэтому сейчас, сейчас уже на чтение не осталось времени, у многих они делали. Я думаю, тут еще не просто так, а еще выбрать из всего потока чтения то, на что стоит тратить время, это еще отдельная задача. Я думаю, это социальным кругом твоим определяется, вот ты находишься в какой-то среде и в этой среде, допустим, неприлично вот такого не прочесть. Понимаешь? Я, ну, это сушит. Нет? Да, ну, почему же неприлично? Ну, ну, все вокруг читали. Как это шифонером интересуетесь? Мы зеркальным шкафом, у нас культурные запросы выше, мы зеркальным шкафом. Это мы из произведения Клоп у Маяковского есть, и там такой персонаж Присыпкин. Вот этот Присыпкин, он говорит, у нас культурные запросы выше, он там потолочку ходит, мы зеркальным шкафом интересуемся. Вот, так что сейчас время Присыпкиных такое подошло. Так вот, Свет, давай мы, может быть, закругляться будем по теме, потому что мы уже почти в Санта-Крусе с тобой. И какой-то практический совет, я понял, ты книжку Толкачева там рекомендуешь, ты рекомендуешь разобраться с собой. Эмоции переводить в разряд разумного анализа, скажем. А может быть, знаешь, в качестве совета, может быть, кому-то к третьему пойти, я не беду, психотерапевта, а вот, ну, просто к человеку, которому ты доверяешь. Объективно, объективно, подожди, я имел в виду человека, который тебе скажет правду, без того, чтобы тебя обижать. Да тебе правда не нужна, тебе нужно, чтобы тебя поддержали, как ты не понимаешь, поскольку вопрос. Но тогда в этом нет выхода. Есть выход-то, конечно. А в чем выход, в чем тебя пожалели? Конечно. Вот элементарно. Конечно. И сказали, какой же ты у меня хороший. Ну, конечно же, они все сурайны. Он, 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 он. А я? Ты, 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 ты. Конечно. Какая правда? О чем ты говоришь? Кому нужна эта правда? Человеку хочется, чтобы он был бы хорошо. За тебя женская логика. Да. Ну, ладно. То есть просто вот утешить. Ну, конечно. Утешить. А вот поэтому, может, и пьют люди? Пьют. Вот, это значение, наоборот, люди. Тут отдельный вопрос. Да. Как это? Опиум для народа. Да, я не знаю, почему. Я никогда не пью, поэтому мне трудно сказать, какое состояние ты приводил. Это, это релаксацию какую-то, Света. Ну, есть разные другие способы достичь того же состояния. И на того же. Нет, но хотя бы, да, покурить почему-нибудь. Да нет. Нет, все-таки. Ну, что же, ладно, Света. Я думаю, что мы все основные такие элементы, которые могли затронуть, мы затронули. Вот. И там было... А человеку это мы желаем, чтобы он вышел из чувства обиды, потому что оно деструктивное. Мы желаем вам всего лучше. Я думаю, что почти... Я не думаю, что каждый из нас вот периодически обижается. Вот со смертью Немцова вот ты наткнулась там на рассказы, рассказ о Немцове, где Даренко говорит, что вот Немцов никогда не обижался вообще. То есть у него, в принципе, не было такого, чтобы обижаться. То есть есть люди, которые не обижаются. Да, да. При том, что по отношению к нему масса гадостей. Света, посмотри на нас. Вот я такой блогер, там, средней руки. И я думаю, разные люди есть. Они самореализуются. Тролли. Вот что такое тролли? На любом форуме, на любом там канале Ютубе, где их не забадили, есть какие-то тролли, которые самореализуются через то, чтобы кого-то задеть. Понимаешь? Их победа в том, что им удалось задеть. Поэтому... Ну и другая совершенно история. Это совершенно нереализованные люди, которые действительно, они обожают гадость какую-то искать, а они самореализуют. Ты знаешь, раньше, я вот подумал, было время, когда люди писали на заборе что-нибудь. Да. Причем писали одно и то же слово из трех букв, которые там любят женщины и берегут мужчины. Не мир, но там еще есть. И вот, значит, вот они писали на заборе это слово. Я думаю, что дети просто писали по глупости. Появился... 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 Ну, наверное, появился виртуальный забор. И они на виртуальном заборе пишут это все, значит, своими там спинями. Почему я говорю, что не надо обижаться. По возможности. Надо сказать себе, обида это то, что меня разрушает. Это легче сказать, чем сделать, потому что, опять же, тут эмоции, а не разум. Если человек в состоянии разума, ему сразу станет легче. Да. Если нет, то нужна какая-то проработка. Пойдите к тому, кто вас пожалеет. Не важно, правы вы или виноваты. Особенно, если виноваты, очень важно, чтобы вам кто-то сказал, что вы правы. Правда? Ну, пожалеть надо в любом случае. Вот и для этого и нужно. Вот там, я сегодня как раз говорила на тему моего семья, там, и так далее. Вот надо, чтобы вы пожалели. Вот в семье же не важно, там, прав ты или виноват, если тебе третий кто-то обидит. Если между собой, другая пизда совсем. А если кто-то третий обижает, ну, как же наших пьют. Надо пожалеть, конечно. Наших пьют, конечно. Тут как тут все. И не важно уже, правы ли виноваты, какая разница. Важно, что наши. Да, важно, что наши. Пишите к нам на канал, пишите свою историю, и мы всем миром тут будем вожелеть. Да, сгоношимся и выступим на защиту справедливости в вашем лице. Счастливо!